Добрый день, друзья! Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто откликнулся в своих комментариях на мои предыдущие ролики. Я продолжаю сегодня запись видеороликов на тему моей книги. Сегодня я хочу познакомить вас с одной из моих детских книг. Книга называется «Жил, добыл, паучок». Это стихи, шуточные стихи, стихи о природе для детей. Вообще у меня шесть детских книг вышло, я люблю для детей писать. «Жил, добыл, паучок». Затем «Хват и Васька». «Хват и Васька» – это книга о западно-сибирской лайке, о коте Василии, ну и о герое, о их приключениях. Три книжки об этих героях. «Вокруг святого», вокруг это «Святой нос, полуостров на Вайкале». Я буду знакомить более подробно с этими книжками. Затем книга «Наушмане», это «Тайга», «Зимовья», «Рамысловая охота». Книга «Знаменитая троица», это сказка, такая большая сказка о девочке Лене и о трех гномах, о том, как девочка Лена попадает в королевство веселых снов. И, наконец, книга «Разбежали садуванчики». Здесь есть стихи и небольшие прозаические отрывки, и, в частности, две сказки. Как я уже вам говорил, я пишу и стихи, причем разные стихи, как серьезные стихи, лирику, философскую, любовную, религиозную, так и шуточные стихи, книги для детей, прозу, преимущественно рассказы, эмористические рассказы, серьезные рассказы. Итак, книга «Жил-добыл паучок». «Жил-добыл паучок» Металлические лапки Кушал лишь окорочок И в подполье жил у бабки Он мышей умел ловить В паутины, словно в сети И их на зиму солить, чтобы кушали их дети Вот такой паучок Металлические лапки Кто не верит, дурачок Жил в подполье раз у бабки Раз ежик пошел на охоту Он ночью мышек ловил Шел, шел И как ухнет в болото И страшно он так завопил Что мышки все бросились в норы А ежик весь мокрый, злой Ругая всех без разбора Отправился быстро домой Шутка Вышел из снежинка в лоб Я на землю прямо хлоп Тут другая, я под лист А снежинок белый свист Все сильнее и ужасней Стал от холода я красный Тогда ночью просидел И от снега посидел Одна из любимых тем любого поэта Писателя это тема еды Как ни странно Давайте прочитаю два шуточных стихотворения На эту тему Варенье Ночью всем на удивление Кто-то жадно ел варенье Звякал ложкою Зубами Чмокал сочными губами Утром всем на удивление Уже не было варенья Выскочила мышка Смотрит как гора Пышная ковришка Свисла со стола Мышка ела, ела И устала есть Убежать хотела Да не может слезть И уснула мышка Прямо на ковришке Утром толстый кот Гладил свой живот Вкусненькая мышка Просто мармелад Мышке ковришке Очень-очень рад Только мальчик Саша Ел одну лишь кашу И несколько стихотворений О природе В этой книжке Утро Ослепили лужи Словно зеркала Черный коршун Кружит с самого утра Ветерок с разбега В тополя нырнул Белый, как от снега Месяц утонул И кричат ребята И блестят глаза И лежать, как вата Мне уже нельзя Сверистели Сверистели, сверистели Сверистели, налетели На рябину вера нет Неужели в самом деле Скоро заметут метели Лето, золотистый след Осень Золотые зонтики укропа Канонада слышится с болот Дождик налетит И шумом хлопать Как петук разгневанный Ночнет В огородах репа Помидоры И в садах ранетах Угольки И вдали синеют Ясно горы Светит солнце И морозы Далеки Весна Уже прилетели овсянки И муха сидит на доске Сугробы лежат, как поганки На грязном и влажном песке И ноги уже не боятся Задумавшись в лужу попасть И теплые токи струятся И нежится кот, словно князь И тлеют Невидимо тлеют И скоро вспыхнут огнем Деревья И ветер повеет Черемухой И дождем Так я сегодня познакомил вас С моей детской книжкой Жил да был паучок Я сейчас буду знакомить С книгами вас Не в хронологическом порядке Чтоб не утомлять То есть Или поэзия будет Или детская книжка Или прозаическая книга Так что смотрите Слушайте Пишите комментарии Подписывайтесь на мой канал Я буду рад Вашему вниманию Всего вам доброго Удачи вам И здоровья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому